Теперь подробнее о том, как развивались события непосредственно в зоне соприкосновения. Северское Слобожанское направление, оттуда начинаем. Там противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на стратегически важные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. А вот в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Хортица на Купенском направлении силами обороны отбиты 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка, Итабаевка, Харьковской области. На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской области, Терны, Спорная, Донецкой области. На Бахмутском направлении силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановская, Клещиевка, Андреевка, Донецкой области. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия на Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Вердичи, Тоненька, Первомайская, Небельская, Донецкой области. На Новопавловском направлении Сила обороны продолжает сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг совершил 16 атак, в частности в районах Вербове и Работино Запорожской области. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Одесса на Херсонском направлении Сила обороны продолжает удерживать позиции. Несмотря на значительные потери, враг пытается выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Безуспешно. Также за прошедшие сутки противник совершил одну безуспешную атаку на позиции наших защитников.